Вы слушаете Радио России Ульяновск. Сегодня четверг, 20 декабря. С вами Наталья Яковлевна. Здравствуйте. Исполнительная власть составила бюджет на следующий год. Законодательная власть его внимательно изучает, начиная с октября месяца. Ну а мы, журналисты, четвертая власть по умолчанию, этот бюджет препарируем. И делаем это с помощью наших неравнодушных радиослушателей. Как выяснилось, заявленный исполнительной властью профицитный бюджет в размере 52 миллиардов рублей мало о чем говорит. Казалось бы, надо радоваться. Но, к примеру, депутаты сельских поселений считают, что их местные бюджеты – это крохи, которых хватит только на зарплаты местным управленцам. О каком развитии тогда говорить? Как бы свести концы с концами? О своем бюджете Александр Булин, депутат подкуровского сельского поселения, так и сказал. Куром на смех. У нас были публичные слушания 13 декабря. На публичных слушаниях долго решали, что же нам делать с таким провальным бюджетом в размере 5,5 миллионов. Ну, в конце концов, решили принять, но с поправками, что будем обращаться в органы законодательной власти, как районной, так и областной, и в органы исполнительной власти. Со своей стороны я сделал депутатский запрос в Государственную думу, в комиссию по бюджету, где предлагал создавать сбалансированные бюджеты, потому что та ситуация, которая сложилась сейчас, во всех поселениях бюджеты формируются по остаточному принципу. Сами поселения не виноваты, что у них были в свое время уничтожены сельскохозяйственные мощности. Вот у нас в Подкуровке был прекрасный совхоз-миллионер, который снабжал продукцией всю область. Мало того, строились свои дома для жителей, строились дороги. Сейчас этого ничего нет, мы в этом не виноваты. Все, что у нас есть, это налоги, которые берутся с жителей, и вот за счет этих налогов формируется местный бюджет. И крохотная дотация с областного бюджета в размере 1,8 миллиона. Все, и 700 тысяч на содержание дорог в зимнее время, это заплата друктористам и уборка снега. Весь бюджет. Все, у нас нет денег ни на заправку картриджей, у нас денег нет ни на обслуживание газовых котельных, ни на обслуживание бухгалтерских программ, тем более нет на погашение предыдущей кредиторской задолженности, которая у нас сложилась уже в размере около 900 тысяч, почти миллион. Ее же надо гасить, а чем гасить? На констовары нет денег, мы со своей бумагой ходим, со своими ручками, а в администрации на 8 поселений у нас административное здание одноэтажное в Подкуровке, туалета даже нет, люди на улицу ходят. Это 21 век. Мы о чем говорим? И вот когда начинают говорить, что у нас в области и в районе сформирован социальный бюджет, мне прям вот это смешно становится. Экономика из хозяйственного района Теренгульского в полном упадке, это все признают, но даже при таком аховом положении районная администрация умудрилась себе, мягко говоря, не обделить. То есть своих доходов у них около 37 миллионов, а 356 миллионов дотации из областного и федерального бюджета. 356 миллионов дотаций. И вот за счет этих дотаций, специальная направленность бюджета, управление муниципальными финансами 15 миллионов 170 тысяч. Муниципальное управление, это совет депутатов района и администрация, 11 миллионов 170 тысяч, плюс доплата в зарплате 431 тысяча. Материально-техническое обеспечение района, органов района 7 миллионов 13 тысяч. Для сравнения, повышение качества жизни детей 95 тысяч, молодежь 28 тысяч, устройство развития сельских территорий 14 тысяч, развитие личных хозяйств 10 тысяч на год. Ну какие хозяйства на 10 тысяч можно развить, я вот что-то не понимаю. Ну что я могу сказать? То есть весь бюджет поселения 5,5 миллионов, то есть меньше, чем материально-техническое обеспечение органов района. 7 миллионов у них. Ну у меня больше слов нет. Будем биться дальше. Как выжить сельским поселением, если средства из будущего бюджета хватит только на зарплату управленцам, да трактористу, который зимой будет чистить дороги между селами. Их в Подкуровском сельском поселении 8. В других сельских поселениях за редким исключением думается, картина такая же. Мы обратились в Министерство сельского хозяйства, в Агентство по развитию сельских территорий и выяснили, что на развитии сельских поселений на следующий год заложено средство в размере 3 миллиардов рублей. Вроде бы впечатляет, но только на первый взгляд. Рамилю Покрову, исполняющему обязанности директора этого агентства, я предложила сделать нехитрые арифметические действия. 3 миллиарда, 21 у нас район. Где-то по 140 миллионов. Получается по 140 миллионов. На каждый район сельский. Вот это уже ближе и понятнее. В среднем пока, вот предварительно до утверждения бюджета, это так. Конечно, средств всегда будет не хватать. Конечно, хочется, чтобы уже завтра в каждом населенном пункте были и детский сад, и школа, и объект экономики, и другие те блага, которые есть у городских жителей. Но поступательное, динамичное развитие, которое у нас идет, оно сформировано с учетом стратегии развития Ульяновской области до 30-го года. И те бюджетные средства, которые закладываются правительством на развитие инфраструктуры села, на его благоустройство, они в первоначальном, приоритетном праве. Пока закрывают ту необходимую первоначальную потребность, которая есть. Могли бы Вы обозначить все-таки, какие сельские поселения, в первую очередь, попадают под эту программу в 2019 году, устойчивое развитие сельских территорий? Да, конечно, за основу берется подготовленная и действующая, имеющаяся проектная документация, потому что это одно из условий вхождения в программу устойчивого развития сельской территории. Необходимый пакет документов. Если говорить о строительстве фельдшерско-акушерских пунктов, то в 2019 году мы планируем построить три ФАПа и ввести их в эксплуатацию. Это в муниципальном образовании Кузоватовский район, Майенский район, город Новульянск, поселок Меловой. И начать строительство ФАПа в Дмитриево-Помляйске на Старомайнского района. Если говорить про газификацию, то мы в этом году планируем ввести порядка 20,6 километров газопроводов сельской местности. В 2019 год очень крупно вошел Барышский район. Это село Самородки, поселок Павловка, село Новая Деревня. То есть мы там будем где-то достраивать, где-то начинать новое строительство и завершать в 2019 году газопроводов. Меликевский район, село Тенарка, Старокулаткинский район, село Новая Терешка. По водоснабжению в сельской местности стоит отметить, что в 2019 году порядка 11,9 километров мы будем вводить в эксплуатацию. Это строительство второй очереди село Славкино, Николаевского района, Кузоватовский район, село Приволье, Новоспасский район, рабочий поселок Новоспасский, Кузоватовский район, село Малое Борло. Большое внимание уделяется и дорожно-транспортному обеспечению сельской местности. В том числе, вот в рамках только нашей программы порядка 284 миллионов мы направим на строительство дорог. В том числе, это Ниндзинский район, село Юлова, это поселок Свет, того же района, Новомолклинский район, станция Якушка. На грантовую поддержку в 2019 году мы направим порядка 11 миллионов рублей. Это так называемое создание народных парков, то есть зон общественного места отдыха, места проведения, когда жители сами определяют для себя ту территорию, которую они готовы благоустроить, а мы в свою очередь оказываем поддержку в предоставлении элементов благоустройства этой территории. Там детские площадки, спортивные, антивандальные тренажеры, деревянные беседки, ну и еще разные наборы. Вот что касаемо нашей программы, в том числе еще и улучшение жилищных условий граждан. Здесь особое внимание уделяется в соответствии с федеральными порядками, молодым специалистам и семьям, работающим в отрасли АПК и социальной сфере. То есть, если говорить по 2018 году, то мы эту очередь закрыли. На сегодняшний день появляются новые молодые семьи, молодые люди, приезжающие в село работать. По этим двум категориям у нас очередь небольшая, в том числе порядка 70 миллионов. Мы на эти цели тоже предусмотрели в рамках нашей программы. И мы думаем, это будет способствовать привлечению кадров в село, закреплению их на предприятиях агропромышленного комплекса и социальной сферы. Сколько населенных пунктов будут охвачены разными программами поддержки со стороны агентства по развитию сельских территорий именно в 2019 году? Известно, сколько их будет? Вот, если я сейчас проговорил про программу устойчивого развития сельских территорий, и мы прям точечно прошлись по тем селам, где будут реализованы мероприятия вот этой одной госпрограммы, еще раз акцентирую внимание на грантовой поддержке, что она будет, где реализуется проект Народный парк, что это будет каждое муниципальное образование участвовать по меньшей мере по три населенных пункта, у нас их 21, то есть это больше 60 населенных пунктов. Если говорить про государственные программы других ведомств, то охват составляет почти в каждом муниципальном образовании в большинстве своем населенных пунктов реализуются разного рода мероприятия. Это может быть и ремонт дорог, это может быть и ремонт медицинских и образовательных учреждений, дошкольных учреждений. То есть ни одно село на сегодняшний день не остается без внимания и те приоритеты, которые для себя ставит правительство, для себя, которые ставим мы, они все согласовываются с жителями и определяются самими жителями. Каждый населенный пункт имеет свой план развития и поэтапно вхождение в те государственные программы, которые реализуются для улучшения жилищных условий, для улучшения качества жизни на селе. Вот это, наверное, основная задача, которую мы оставим и которую мы реализуем. Важно вовлекать население в процесс развития своей малой родины, своего населенного пункта. Мы получили такую жалобу и обращение со стороны жителей сельского поселения Подкуровская Теренгульского района, которые жалуются на очень скудный и мизерный бюджет. Это 5,5 миллионов рублей на 8 населенных пунктов. И говорят, средств нет даже на то, чтобы, допустим, приобрести горючее для тракторов, которые бы очистили дороги в зимний период. Как быть? Наверное, в первую очередь, задача по формированию доходной части бюджета муниципального образования подкрузка и сельское поселение, это задача как раз-таки администрации поселения вместе с Советом депутатов. Ну и, конечно, не исключая из этого процесса и сельские сообщества, граждан, их активность и те условия для развития предпринимательства, которые там создаются. Нужно, конечно, работать с земельным имуществом и отношениями. То есть, те направления, которые формируют муниципальный бюджет, это и налоговая база, это и земельные отношения. То есть, на это необходимо обращать внимание. В целом же, хочу отметить, что государственные программы, которые направлены на те мероприятия, они помогают всем поселениям в благоустройстве, развитии и строительстве новых объектов. Ну, даже по Теренгурскому району посмотреть, то сумма довольно внушительная, которая планируется направить в 2019 году на весь район. Конечно, есть объекты, которые требуют сегодня очень пристального внимания. Это и водоснабжение, такие основные вещи, это и дороги, это и строительство образовательных учреждений, которые также требуются для муниципального образования. Конечно, каждое поселение радеет за свой бюджет, но в первую очередь, наверное, необходимо поработать внутри поселения. И посмотреть, а где есть сегодня резервы, откуда можно привлечь дополнительные доходы в муниципальный бюджет, посмотреть, как правильно ли оформлены предприятия, оформлены ли люди, нет ли там какой-то серой заработной платы у людей, заработающих в бизнесе, в том числе малом и среднем. То есть, это в первую очередь такая кропотливая работа руководства поселения. Да, не хватает у наших сельских районов средств и как раз и государственные программы, и участие правительства Ульяновской области 3 миллиарда рублей. Я так думаю, это будет хорошей порокой, да? Ну, во всяком случае, дыры золотать правительство поможет. Не только дыры золотать, очень много в 2019 году будет начато строительных работ, новые объекты. Конечно, много будет уделено вниманию и ремонтам, и реконструкциям. То есть, вообще, в целом, начинается большая работа по модернизации села, если можно, конечно, так сказать, по повышению имиджа сельских территорий, по созданию комфортных условий. Вот, ни для кого не секрет, буквально, недавно там проходил большой съезд, где были обозначены новые посылы федеральным центром в часть развития сельских территорий, а именно это создание новой отдельной государственной программы развития сельских территорий. Я думаю, что вот мы сейчас проводя работу по формированию данной большой государственной программы, в том числе, каждое муниципальное образование принимает в нем участие, дает свои предложения, как они видят реализацию тех или иных мероприятий, какие сейчас у региона стоят первоочередные задачи, средства, куда нужно направить, в какой населенный пункт, в каких объемах и к чему это должно нас привести. Кроме того, мы вошли в федеральную рабочую группу наших представителей по разработке данной государственной программы. Думаю, это послужит включению нашего региона в ту федеральную программу, мероприятие которой направлено исключительно на село. Это и позволит муниципальным образованиям и сельским поселениям еще больше входить в нее, участвовать, тем самым создавая комфортные условия на селе для проживания жителей. Когда вы перечисляли, где, что будет строиться в 2019 году, это и газификация, и водоснабжение, вы это имеете ввиду, когда говорите о больших и крупных стройках в сельской местности? В том числе и этих объектах, о том, что начинается строительство. Я еще раз подчеркиваю, что я проговорил о мероприятии только одной государственной программы, потому что если посмотреть на государственные программы других ведомств, которые тоже реализуются на село, то там есть и школы, есть и детские сады, есть и спортивные сооружения и объекты. Очень много на транспортную доступность, инфраструктуру, средств выделяется. И все эти направления, они аккумулируются, и, конечно, мы стараемся в том числе подходить комплексно к решению проблем села. То есть, если мы говорим, что там появляется объект экономики, значит, там должна появиться дорога. если появились рабочие места или есть рабочие места, должно быть дошкольные, школьные образовательные учреждения, соответственно, должны быть культурные объекты, должно быть здравоохранение, образование. Я проговорил только о мероприятиях одной государственной программы, а в целом их достаточно по разным направлениям, и в том числе там отдельное внимание им уделяется развитию местного самоуправления, поддержка территориальных общественных самоуправлений, это и поддержка местных инициатив, реализуемая программой Министерством финансов, это и другие направления, мероприятия которых направлены на вовлечение самих жителей в процесс благоустройства, то есть это дополнительные источники, дополнительные возможности для того, чтобы провести благоустроительные работы, ремонтные работы именно вот в том населенном пункте, где сельское сообщество сформировалось и готово само участвовать в развитии села. Рамиль Покров, исполняющий обязанности директора агентства по развитию сельских территорий, вроде бы убедил нас, что хоть и не сразу и не все сельские поселения к своим скудным бюджетам могут рассчитывать на дополнительную прибавку, но все-таки заметные движения и развитие на селе ожидаются. Это будет происходить в рамках государственной программы под названием устойчивое развитие сельских территорий. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» «Будни». Факты, события, комментарии. В одной из наших передач, а было это в марте, мы рассказали о тревожном сообщении прокуратуры Ленинского района Ульяновска. Проверка областной детской инфекционной больницы в северной части города вскрыла серьезные нарушения. Речь шла о состоянии пищеблока больницы. Даже не верилось, что такое еще встречается в больницах, ведь все последнее время мы как раз с точностью до наоборот рассказывали о переменах в системе здравоохранения, о том, как ремонтируются больничные корпуса, закупаются новые современные оборудования, а здесь такое, словом, пещерный век, на стенах плесень и грибок, продукты хранятся на полу и прочая антисанитария, это в лечебном-то учреждении. Спустя полгода в октябре прокуратура снова проверила эту больницу, чтобы убедиться, как исправлены вопиющие нарушения. И что же? Слушаем Петра Пранько, прокурора Ленинского района города Ульяновска. Мы это медицинское учреждение проверяли дважды. Первая проверка у нас была в феврале текущего года. Она закончилась тем, что мы выявили грубейшее нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, ну, в частности, на потолке стенах помещения пищеблока детско-инфекционной больницы были обнаружены депрессии, не следы протечек, участки со слоением краски, штукатурки, плитки. Выявились факты несвоевременной обработки оборудования овощного цеха, что повлекло с собой появление значительного количества насекомых. Хранение рыбы и других продуктов числялось с грубейшими нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства. На первый раз в соответствии с требованиями практики прокурорского надзора 13 февраля текущего года мной было внесено представление в адрес руководства этого медицинского учреждения. Часть требований была исполнена и нарушения закона устранены. Но в связи с тем, что появились новые данные о продолжающихся нарушениях в этом медицинском учреждении, мы вынуждены были еще раз в октябре текущего года провести проверку и она также закончилась тем, что мы вынуждены были уже в настоящее время направить в суд исковое административное заявление. Ответчиками выступает здесь руководство ГУС областной детско-инфекционной больницы и Министерство здравоохранения семьи и социального благополучия Ульяновской области. Как было установлено проверкой, действительно, часть нарушений санитарно-эпидемиологического нарушения связаны с ненадлежащим хранением продуктов, несвоевременной обработкой оборудования и так далее были устранены. Но, тем не менее, ремонт в помещениях пищеблока проведен не был. В том числе и в складах, которые тоже непосредственно могут повлечь с собой нарушение здоровья со стороны пациентов, а это дети. А как они оправдывались, что не выполнили так необходимый ремонт? оправдывались тем, что ненадлежащее финансирование имело место быть, поэтому они не смогли все нарушения, которые были выявлены при первой проверке, устранить. 30 ноября это исковое заявление было направлено в суд, оно принято к производству Ленинским районным судом и назначено на рассмотрение его на 11 января будущего года. Я думаю, что судом будет принято положительное решение, рисковые требования прокурора будут удовлетворены и уже в этом случае Министерство здравоохранения семьи и социального благополучия в Ленинской области просто будет обязан в исполнении судебного решения обеспечить надлежащее финансирование и, соответственно, создать надлежащие условия для пребывания пациентов в этом медицинском учреждении. Петр Владимирович, а вот как Вы считаете, большие ли затраты нужны были для вот этого ремонта? Ну, потому что плесень и грибок в детской инфекционной больнице, ну, это вообще из ряда форм... Вы понимаете, что больше всего возмущает, это было обнаружено в местах хранения пищевых продуктов, ну, в частности, вот овощей и фруктов и непосредственно в помещении пищеблока. То есть, это непосредственно угроза жизни и здоровья пациентов. То есть, удивительно... По сути, я, конечно, определить не могу, но считаю, что в масштабах Ульяновской области она не представляет большой значимости. И, конечно, министерство и, соответственно, руководство областной больницы должны были принять исчерпывающие меры к тому, чтобы не допустить продолжение этих нарушений. В этом году где-то как-то понять можно главного врача больницы, его оправдание, что средства необходимые на ремонт не были заложены в бюджет. Но удивительно, что в 17-м году они не заложили средства на ремонт на 18-й. Но вот теперь на 19-й, я думаю, они научены горьким опытом, а на 19-й год они заложили средства на ремонт. Во исполнении судебного решения, состоявшись, вы знаете, там другой уже порядок совершенно действует. Я думаю, Министерство здравоохранения и правительство Ульяновской области эти денежные средства найдут, поскольку я считаю, что в масштабах области это не столь значительная сумма. А почему прокуратура проверяла именно детскую инфекционную больницу? Мы же так просто с проверками никуда не ходим, это в принципе нам и запрещено законом. И здесь, во-первых, у нас были сигналы со стороны средств массовой информации, поэтому туда и пошли. И граждане кроме того обращались, что действительно там очень плохие условия для пребывания. Это было поводом для первой проверки и, собственно, вот второй раз мы организовали эту проверку в связи с публикацией средств массовой информации. Ваши помощники, которые ходили на эту проверку, по-человечески, какие были впечатления? То есть там действительно убожество, да? И грибок, и гниль? Ну, впечатления, конечно, отрицательные. Детская больница, она предполагает повышенный уровень комфорта и тем более соблюдение санитарно-эпидемиологических правов. Мы же прекрасно понимаем, что дети – это та часть населения, которая наиболее подвержена заболеваниям. И когда в больнице создаются такие условия, чтобы ребенка еще и дополнительной какой-то опасности вместо того, чтобы лечить его, подвергнуть, это, конечно, вызывает резко отрицательное чувство, возмущение определенной степени. Мы тоже живые люди, хотя и прокурор. По закону вы дважды могли проверить? Дважды? Ну, я вам скажу так, что эту ситуацию мы с контролем-то и не снимали. Почему? Потому что мы знали, что там не все так, ладно-то, в плане того, чтобы все нарушения закона устранены были. Поэтому и дополнительным поводом явилось к тому, чтобы организовать повторную проверку. В суд передать это уже все вот так, как положено, да, по закону. Сначала два предостережения или две проверки, а потом уже в суд. Ну, мы из чего всегда исходим, что вот применение актов реагирования прокурорского надзора, те, которые предусмотрены законом о прокуратуре Российской Федерации, они должны быть максимально по времени, чтобы их эффективнее применить и быстрее устранить нарушение закона. Представление, оно подлежит рассмотрение в месяц и 40. Но, когда мы видим, что этого явно недостаточно для того, чтобы устранить все нарушения закона, я подчеркну, что по первой нашим актам реагирования руководством областной больницы были определенные меры приняты, то есть часть нарушений была устранена. Сейчас мы пошли с административным исковым заявлением в суд для того, чтобы уже было решение суда и, соответственно, после того, как оно вступит в законную силу, был задействован порядок исполнения судебных решений, который предполагает принудительное исполнение требований суда, соответственно, и наших требований, которые изложены были в исковом заявлении. То есть здесь уже и правительство, область, и министерство должны изыскать денежные средства для того, чтобы окончательно устранить все нарушения закона в этом медицинском учреждении. Безусловно, какие-то средства на ремонт нужды и не сразу их найдешь, если бюджет рассчитан. А вот то, о чем вы говорили, и хранение продуктов, это же все под силу работникам пищеблока, правильно? Да. Аккуратные, чистота, гигиена, а вот этого как раз и не было. Эти правила и не соблюдались, то, что зависит от людей. К сожалению, мы часто сталкиваемся с такими ситуациями, но вот то, что мы там увидели, конечно, оно ужаснуло, особенно по первой проверке. После того, как суд вынесет свое решение, вы будете проводить еще проверку? Безусловно, мы эту ситуацию будем держать на контроле до полного устранения всех выявленных нами нарушений закона. Дело в том, что вопросы исполнения судебных решений, судебными приставами исполнительными, это тоже предмет нашего надзора, поэтому пока в полном объеме не будет исполнено это решение, с окончанием исполнительного производства мы этот вопрос со своего контроля не снимем. Правильно ли я вас поняла, что детскую областную инфекционную больницу вы начали проверять после того, как получили сигналы от родителей маленьких пациентов? Родители, это были публикации в средствах массовой информации. Означает ли это, что вы готовы и другие медицинские учреждения проверять, если будут такие жалобы со стороны людей? Мы, кстати говоря, это делаем регулярно, но предметы проверки, они, конечно, бывают разные. Вот в связи с печальными трагическими событиями в террории мы медицинские учреждения проверяли на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Это было в апреле-май все организовано. Это тоже большой, значительный объем работы в этом плане проделали, не только торговые центры проверяли, но и медицинские учреждения. Были выявлены нарушения закона, акты реагирования, и сейчас все эти нарушения устранены. Буквально недавно нами была проведена проверка дошкольных и школьных учреждений на предмет соблюдения законодательства по противодействию терроризму. То есть каким образом там охрана их осуществляется, чтобы не было проникновения каких-то посторонних лиц, особенно вооруженных. Тоже выявлено было очень много нарушений, и вот в этом плане мы сейчас подготовили акты реагирования, внесены в администрацию города с тем, чтобы они принимали меры по их устранению. Поэтому эта тема она у нас злободневная, особенно касается вопросов, конечно, охраны прав и здоровья детей. Мы на эти учреждения особое внимание обращаем. Антисанитария в пищеблоке областной детской инфекционной больницы, надо полагать, возникла не в одночасье. Прокурорской проверкой их обнаружила еще в начале года. Значит, об этом чиновникам от медицины было известно еще в прошлом, в 2017 году. Но почему-то средства на ремонт пищеблока больницы не были предусмотрены на текущий год. Сейчас мы активно обсуждаем бюджет следующего года. И вот вопрос. А на 2019 год средства на ремонт этого пищеблока запланированы или их придется выбивать только в судебном порядке. И завершает нашу передачу Зинаида Крабцова, автор и бессменные ведущие рубрики о полезных свойствах трав и растений. Аленький цветочек Доброе утро. Сейчас начинаются простудные заболевания. И лучшее отхаркивающее средство, а ведь кашель мучает, это листья мать и мачехи. Не какие-то там дорогие химические лекарственные средства, а чисто наше, российское, которое применялось издавна и до сих пор. Я вам расскажу сейчас о ней. Наверное, не было на свете реки красивее Черемшана, реки моего детства. Он был тогда мелкий, с кристально чистой водой, которую можно было пить, окаймленный ослепительно белым песком. Мне посчастливилось видеть его таким. Бывало, бежим к воде между приветливых машущих пушистых листьев белокопытника, он там рос. А вот мать-мачеха пряталась подальше от воды и от солнца в прибрежных канавках. Там мы ее и собирали. Отличается от белокопытника формой листа и величиной лист больше у белокопытника. У мать-мачехи лист с сердцевидным вырезом около главного черешка, а у белокопытника копьевидный вырез. Путать нельзя, а растет чуть ли не в тех же местах, что и мать-мачеха. И листья с одной стороны также опушенные. Мать-мачеха незрачные растения, но очень полезные. Чуть растает снег, она сразу же вылезает из земли. Цветочки ее желтенькие. И мороз им не страшен, потому что закрыты пушистыми волосками. Собирает для лечения и цветы, и листья. Цветы раньше, а листья чуть ли не все лето. Толстые черешки удаляют, с пятнами не берут. Сырье должно быть чистым, зеленым. Мать-мачеха содержит много лекарственных веществ. Витамины, микроэлементы, слизь, вещество фотоссилиогин. Применяется в виде настоев, как противовоспалительные при кашле. Заменяет дорогие химические вещества при простудных заболеваниях. Даже вылечивает пневмонию. Листья мать-мачеха обязательно соберите в свою домашнюю аптечку. Нам звонят в редакции с вопросами, которые меня не перестают удивлять. Я сегодня отвечу на некоторые из них. Наш слушатель спрашивает, почему я сказала, что льняное масло нельзя нагревать, а вот в московской рекламе наоборот советуют и нагревать, и сдабривать льняными семенами выпечку. Я всегда переживаю за своих коллег-врачей, за их ошибки по применению лекарственного сырья. Но не виноваты они. Дело в том, что в мединститутах нет курса фармакогнозии, науки о травах. Вот ильются ошибки из рекламы лекарственных растений. Масла разделяются на высыхающие, полувысыхающие и невысыхающие. Высыхающие нельзя нагревать, так как получится олифа, канцерогенное вещество. А сколько неграмотных советов вообще идут по радио, сердцу больно. Если разбирать, дня не хватит. Например, вот любимые наши бальзамы, все лечащие, состоят из одной четверти из нужных трав, а остальное так, для веса. Составители думают, что если больше вставят ингредиентов, то, значит, больше будет покупателей. А не наоборот, при увеличении ингредиентов теряется ценность лекарства, так как бесполезное занимает место полезного. Будьте внимательны к рекламам. Еще один вопрос. Можно ли при сахарном диабете применять хурму? Ну, что я вам скажу? Хурма содержит фруктозу, сахарозу. Разве можно такие вещи применять при сахарном диабете? Конечно, нельзя. Но уж если очень хочется, если очень маленький сахар, можно один в день. Будьте здоровы. До свидания. Вот и все. С вами была Наталья Козина. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. Редактор субтитров